Итак, наши чудесные имплантаты, костыли, интегрировались. Все в порядке. И наступает этап установки формирователя Диснея. Если да, у нас был какой-то такой традиционный протокол, и мы не поставили его сразу. И возникает вопрос. А как бы тут увеличить прикрепленную Дисну? Часто такое бывает? Часто. Итак, есть мой любимый профессор Патрик Палача. Он испанец, французское происхождение. Очень интересная у него судьба. Всю жизнь он работает и преподает в Марселе. Там же у него есть клиника. Он чудесный человек. Он придумал, как сделать при, например, увеличить объем прикрепленной Диснея на этапе установки формирователей нёбными лоскутами на ножки. С подворачиванием, без подворачивания, с выкраиванием всяких хвостиков, ласточек и так далее. Можно так же делать на нижней челюсти. То же самое. Ну, внизу я лично делаю вот эту работу. Я могу вам сказать, буквально, может быть, 2-3 раза, когда мне действительно там её не было, чтобы… Ну, я делала другой метод. Ну, вообще делала. Я согласна, что её там не так много. Я не спорю даже с этим. Но, например, если у вас дефект был, вы поставили там пусть 3 имплантата во втором сегменте верхней челюсти. Ну, вот как здесь нарисовано, да, на рисунке. Посмотрите, пожалуйста. Обратите внимание вот сюда. Вот верхняя челюсть, вот ваши 3 имплантата. Но это, например, ставилось в условия уже какой-то атрофического процесса. Очень часто мы наблюдаем такие полулунные дуги альвеол, да? Ну, да, уже высота просто утрачивается. И такая полулунная дуга. Естественно, что что будет делать ортопед? Он вашу конструкцию просто будет доводить ортопедически, потому что тут очевидная ситуация. Но вы можете ему помочь и сделать, например, между этими имплантатами межзубные сосочки. Ваши любимые. Очень простым решением. Это даёт реальный объём, и это очень красиво и несложно делать. Опять же, препарируется нёбный разрез. Всё вот это отслаивается, перемещается, делаются вот два таких вертикальных парасулькулярных разреза. Перемещается всё вестибулярно, вестибулярно немного, ну, расслаивается, расщепляется. Вот здесь слизистая для того, чтобы правильно переместить, чтобы там не было перекосов этого лоскута. Вот это лоскут на ножке. Открываются имплантаты, устанавливаются формирователи Диснея. Именно в этой последовательности это проводится, вот вмешательство. Потом вот этот лоскут на ножке, перемещенный, вы прижимаете к формирователям Диснея и делаете, прямо опираясь на них к скальпелям, вот такие разрезы. Вот. Это просто именно вот так удобно делать. Вертикальный? Ну, смотрите сюда, как он вертикальный. Вот ваш лоскут лежит, вы на него смотрите сверху. Какой это разрез? Ближе к горизонтальному. Вот то же самое здесь. Я это делаю вообще очень часто. То есть, если я свои имплантаты открываю, в основном я свои только открываю, то это вот я делаю прямо сразу, манипуляцию. У меня, причем это и на нижней, и на верхней челюсти все происходит. И так. И потом каждый вот этот хвостик укладывается вот в это межпериимплантное пространство и фиксируется. А здесь вы фиксируете вертикальные разрезы в новом положении. Ну и если надо, я иногда еще делаю просто крестообразный горизонтальный такой большой шов по уже по переходной туда складке, даже выше мукогенгивальной границы, просто чтобы зафиксировать лучше сам вот новый этот лоскут, перемещенный на ножке. К методу есть вопросы? Он несложный. Вообще, вот гениальная придумка. Ну то, что остается орально, это фактически, да. Вы помните, что здесь надкосница соединительной тканью, это не полнослойный скелетированный лоскут. Да, расщепленный. Там остается, но я вообще ничего с этим не делаю. Он незначительный. Там буквально 2-3 миллиметра. Вот здесь у вас все будет заполнено. То есть это вот только необная вот эта часть. Поверьте мне, я просто постоянно, я очень много лет вот этим работаю методом и очень его люблю, он дает прекрасные результаты. Значит, если кто-то это начинает делать, и у вас не получается вот эти хвосты бобра, так это Палача назвала, это не я, выкроить, просто вот так можно оставить. И все равно это даст красивые результаты и объем. Но эстетичнее будет с хвостиками. Там получается более плотная, терапевтируемая. Но она даже, если это нижняя челюсть, она все равно у вас плотнее, чем вестибулярная. Чем вы просто сделаете разрез по середине гребня, тупой совершенно такой, и отодвинете, здесь у вас будет только слизистая вестибулярная, и все останется там. Но согласны со мной? Не гнушайтесь местными тканями, не всем надо трансплантаты пересаживать. Это не панацея от всего в жизни. Это тоже Палача, разрез. Это не важно, это можно делать на любой челюсть. Доктор Эльброс, я думаю, что вам нужно задуматься о приобретении микрохирургических инструментов. И у вас многие вопросы просто отпадут, потому что в ваших мануальных навыках я не сомневаюсь. Я думаю, что больше проблема в этом. Невозможно, потому что 11-м скальпелем сделать то, что вы делаете 15С. Согласны со мной? Да? Разрез вертикальный, парасулькулярный, горизонтальный, оральный, максимально оральный. Насколько вы можете. На верхней челюсти мы не очень ограничены в пространстве. Здесь мы ограничены присутствием вот этой прикрепленной Дисней в области. Да, потом мы поедем на челхак. Вау. С кровотечениями. Спасибо. Я такие подвохи тоже ставлю. Нет. И потом, внимание, акцент. Мы ничего не отслаиваем. Мы деэпитализируем эту поверхность, прежде чем начать расщеплять. Это услышали все, да? После того, как мы ее деэпитализировали, вы откидываете. Максимально постараться вот здесь оставить хоть какую-то надкость несоединительную ткань. Над имплантами, понятно, у вас ее нет. Но если получается по биотипу, тоже там бывает, что он и полнослойный, к сожалению, получается. Делаем карман. Вот здесь, вестибулярно. Переворачиваем. И заводим его туда. И обжимаем матрасными прямыми швами. Не крестообразные, а просто матрасные швы. Обычные П-образные. Вот таким образом обжимаем вот этот дополнительный объем. Кстати, как раз-таки для нижней челюсти это очень хорошая история. Да. Всем понятно, что мы его заводим в тот карман, вот эту часть деэпитализированную, которая была на гребне у вас. Мы ее подворачиваем в карман, который мы сделали расщепленный. То есть половину деэпитализируем по этой части? Вот по вот эту часть мы деэпитализируем, по крайней вестибулярный край, вот как зубы приблизительно идут, вот по вот эту часть. Продолжение следует...